Где-то светлых пан стреляли в тире. Пау-пау-пау. Ну а у нас разбор полетов тактильных свечей в эфире. С вами Вова, всем здорово, это канал CustomMade. И сегодня мы будем выбирать лучшие тактильные свечи для хорошей кастомной клавиатуры. Если вы все еще собираетесь купить себе тактильные свечи Холли Панда, то я дальше не рекомендую смотреть это видео. Но, а если вы вдруг жаждете разоблачений, то вот вам спойлер. Любые тактильные свечи подойдут для билда, но только не Холли Панды. Потому что они дно полнейшее. Называйте дальше их как хотите, ну а я по фактам разложу, почему эти свечи точно не стоит брать в этом году. И почему у них есть масса альтернатив. А чтобы сравнение было более наглядным, я их напрямую сравню с другими тактильными свечами. Среди них Дюрокуала, Зилпи Си Зилео, Гаттерон Кангуру. А также просто в общем зачете поучаствуют свечи КТТ Мачо. Которые, хоть и являются тактильными свечами, не являются свечами с выраженной тактильной отдачей. Начнем с самого главного. Все свечи, кроме КТТ, являются аналогами друг друга. Ну, более или менее. То есть это тактильные свечи примерно с одинаковыми пружинами погромовки. Все эти свечи так или иначе имеют выраженную тактильную отдачу. И лишь немного различаются тактильными ощущениями за счет слегка различающейся конструкции стема внутри переключателя. Сами свечи Holy Panda имеют очень длинную тернистую запутанную историю. Но факт сейчас в том, что можно либо собирать так называемый Franken-switch, получая те самые true Holy Panda из нескольких свечей. То есть надо купить и те, и другие, и потом совместить стем одних свечей с корпусом других. А можно купить полностью готовые и исполненные в оригинальной цветовой гамме. Но не по своей природе, как считают некоторые клавиатурные энтузиасты, свечи Holy Panda на сайте Drop.com, откуда мы их, собственно, и заказали. Если кратко, то суть в том, что Holy Panda с Drop'а имеют не тот самый оригинальный тулинг, по которому отливались с первой ревизии так полюбившейся многим гиковым энтузиастам свечи. Поэтому нынче те самые прошаренные ребята говорят, что это больше похоже на реплику. То есть те свечи, которые заказаны с Drop'а, считается, что они не торт. Может быть, они и правы, но суть Holy Panda от этого не изменилась. Это тактильные свечи с очень хорошо выраженной точкой срабатывания, поэтому я бы брал панды на Drop'е и не парился бы, если бы не но, которых здесь собралось очень и очень много. Давайте по порядку. Свечи Holy Panda стоят более 1 бакса за штуку, что уже реально слишком дорого. Для сравнения, ZILPC и ZILIO V2, которые на минуточку считаются многими энтузиастами, чуть ли не лучшими тактильными свечами на рынке, как по подгонке, так и по остальным параметрам, стоят всего 1 доллар за штуку. Свечи Gatoron Kangaroo стоят чуть меньше 1 доллар за штуку, ну а свечи Dero Koala или же T1 стоят чуть больше 0,5 бакса за штуку, тогда как свечи KTT стоят примерно в районе четверти бакса за штуку, причем альтернатив всем этим свечам за более умеренные деньги с такой же выраженной тактильной отдачей реально сейчас хоть отбавляй. Это Citri Equals Kiwi либо Dragon Fruit, это Everglide Dark Jade либо Oreo, это Kale Poly, Kale Blueberry или Kale FL CMMK, Pink, SP Star Momo Purple и даже те же Cherry MX Clear. Поэтому выбор здесь точно есть и он реально огромный. Что же мы получаем за эти деньги? ZILPC ZILIO V2. Идеальная подгонка переключателей, крайне четко выраженное нажатие, тактильная преграда ощущается прямо с самого начала клавиши и очень гладкий по характеру ходопластик. Эти свечи даже дорабатывать не надо, разве что можно их разобрать лишь для того, чтобы смазать пружинки. Dero Koala и T1 делают завод GVK, при этом свечи стоят более-менее умеренных денег и предлагают не только достаточно мягкое приятное срабатывание, то есть тактильный бамп, но и сразу легкое нанесение масла с завода, за счет чего эти свечи тоже в принципе можно даже не дорабатывать. GVK имеет четкий укороченный ход, равно как и выраженную тактильную отдачу, но для плавности их все-таки лучше смазать, причем надо мазать направляющие стема, не сами ножки, иначе можно убить тактильность. KTT матч имеет за свой самый низкий прайс из всех тестируемых свечей просто прекрасную подгонку сопоставимого с черри, не столь яркую выраженную тактильную отдачу, поэтому они больше похожи скорее на какой-нибудь Cherry MX Brown, а также плавность хода как в свечей GVK. То есть лучшие качества от черри и GVK вобрали в себя. Другое дело, что они продаются только в Китае, и добыть их сейчас достаточно трудно. Но я посмею сказать, что это своеобразный лидер в энтре-сегменте, поэтому его глупо сравнивать с топами, но ради общей картины и какого-то контраста я все же их сюда занес. Что же есть у Holi Pant? Примерно все то же самое, только совершенно законский прайс. При этом, если у всех вышеперечисленных свечей фактически нет недостатков, либо же они не стоят значительно за свои деньги, или же их можно устранить простейшими модификациями, типа установки свеч-филмов или стикеров в те же дурок-куала для лучшей монолитности, в случае с Holi Pant, есть критические недостатки, которые присутствуют прямо с завода, и с которыми за такие деньги просто невозможно мириться. Первое — это размеры корпуса. Поскольку корпус у этих свечей делает завод Kale, то размеры корпуса самого свеча немного больше, чем у всех прочих стандартных свечей MX-типа, вроде тех же Cherry, Gateron, GVK, из-за чего в некоторых случаях есть реальные риски повреждения свечей при установке их в плейт. Точнее, поставить-то вы их поставите, а вот вынуть, не сломав при этом свеч, очень даже вряд ли. Ни у каких других свечей, в том числе из сегодняшней подборки, ничего подобного я и близко не встречал. Фактически, если вам попадется достаточно хорошо подогнанный плейт чисто под размеры стандартных MX-свечей, то при извлечении Holi Pant вы можете повредить свеч. Второе — разные пружины по длине. Мало того, что сами по себе пружины не позолочены, что обычно является нормой при стоимости свеча 1 бак за штуку, и что в теории немного улучшает защиту от коррозии, тем самым продлевая срок службы свеча. Так они еще имеют и разную длину. То есть, вскрыв несколько, казалось бы, абсолютно идентичных свечей, я обнаружил, что внутри некоторых из них встречаются длинные пружины, а в некоторых — короткие. Фактически, если даже при этом свечи имеют одно и то же усилие нажатия, то есть 67 грамм, то динамика этого самого нажатия, это сложно понять, это вот прям вот надо реально прощупать самому, будет немного иной. И потому в какие-то моменты будет казаться, что одни и те же свечи на клавиатуре нажимаются как-то совершенно по-разному. Третье — обрезанные ножки стема. Этому я был удивлен больше всего. А точнее сказать, не обрезанные, а просто не отлитые. Ну или же отломавшиеся по дороге. Такое встречается крайне редко, но все же в нескольких экземплярах я обнаружил, у этих свечей имеется только одна, и это полнейший провал. Ну и последний камень в огород тех самых святых и ненаглядных панд — это наличие только plate mount крепления свеча. То есть у нас есть только центральная ножка, два контакта для подключения свеча, и все. Все серьезные производители свечей, в особенности для сегмента кастомных клавиатур, всегда выпускают так называемые PCB mount свечи, где для лучшей монолитности используются две дополнительные пластиковые ножки по бокам, которые входят в саму плату. И опять же, у свечей Zileo, Kenguru и Koal, и у прочих подобных свечей все это имеется. Теперь давайте проведем небольшой тайпинг-тест и просто послушаем звук свечей. Zileo 62 грамма, Zileo 67 грамм, дальше идет Holy Panda, а нет, Koala, Gateron, Holy Panda и KTT. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Я, конечно, понимаю, что по-хорошему, чтобы понять и оценить полностью достоинства и недостатки всех или иных свечей, и надо полностью поставить клавиатуру, навесить кейкапы и все это протестировать на одном и том же билде, чтобы в одном и том же билде понимать, насколько приживутся те или иные переключатели. То есть свечи нужно ставить в ту клавиатуру, которой собираешься пользоваться, и уже на ней тестировать, так сказать, финальный вариант. Поэтому у меня образовался простой и неутешительный вывод. Свечи Holy Panda — полнейшая фигня, которая абсолютно не стоит своих денег. Да, у них прикольное нажатие, очень схожее с Zileo, только чуть помягче и как бы более округлое, то есть не такое резкое с самого начала. Да, после легкой смазки тем же маслом, не трогая опять же ножки стема, или одну ножку, хм, свечи приобретают более плавный ход, но все остальные проблемы просто никак не решаемые. Размеры корпуса играют против свечей, отсутствие одной ножки у некоторых стемов тоже, но про разные длины пружин я вообще молчу. О какой консистентности и однородности может идти речь, если одна панда другой рознь? В общем, такое себе. И точно не то, что жажешься получить за один с лишним баг за свеч. Поэтому я никому не советую их брать и рекомендую чекать аналоги. Что лучше всего взять, это вопрос открытый. Для entry и средних сегментных клавиатур я бы, наверное, посоветовал взять свечи Dero Koala, либо же T1, либо же поискать какие-то аналоги примерно за ту же цену. Но для топовых клавиатур, как по мне, альтернатив свечам Zilius вообще просто нет. Потому что у них отлично подогнанные свечи, у них вообще нет никаких проблем, они еще полупрозрачные, просто стильно выглядят, ну, единственное, что можно оттолкнуть, это цена. С другой стороны, когда покупаешь клавиатур за 600 баксов, экономить на свечах реально не самая лучшая затея. Так что лучше один раз ложиться в хорошие свечи и потом ни о чем не жалеть. И еще обязательно напишите в комментах, какие тактильные свечи хотели бы потестить именно вы, потому что, скорее всего, со временем мы наберем достаточное количество различных свечей, чтобы объединить их в более масштабный обзор и уже предоставить это вам. Поэтому пишите в комменты ваши варианты, что реально стоит затестить. А также я не забываю напоминать о том, что у нас есть теперь мастер, который собирает кастомные клавиатуры на заказ, равно как и дорабатывает серийные заводские клавиатуры. Поэтому со всеми этими вопросами вы можете смело обращаться в нам в группу в Custom Made. Ссылка будет в описании. С вами был Вова, спасибо за просмотр, втыкайте пальцы, подписки, колокольчики. Скоро увидимся и пока! Вот уж чего я точно не думал, так это то, что я буду икать во время съемки. А нас сегодня...